Тогда, проигрывая 0-1, забросили именно в большинстве. Ну, я говорю, картина такая же, да? То есть, очень неплохое начало от финнов, и потом, постепенно, постепенно, сборная России удается переломывать. Есть шайба, и каким-то чудесным, абсолютно, образом, волшебным фарта-хоума, оказывается, она в воротах сборной Финляндии. Верилех Вилайнен явно в шоке, между ног у него шайба проскочила, от конька собственного хоккеиста, причем? Не таким, а чудесным, да, я хотел сказать, просто рикошет. Чудесным для нас-то чудесным, почему? Нет, чудесным в смысле очень хорошим, да. Но, на самом деле, сейчас очень много шайб заходит именно после рикошета на пятаке, именно поэтому в такой ситуации и финны в первом периоде, мы говорили, вытаскивали шайбу на пятак. И сейчас Красковский пытался сделать передачу на игрока, открывающегося на дальнюю штангу, это был Рыков. Но в результате рикошета от финского защитника Кески Тауо шайба оказалась за спиной у Вехвиланина. И очень хороший вопрос, да, мы говорили, что у финнов команда большая, но, тем не менее, как она справилась...